Приветствую вас, и прежде всего нужно сказать, что ваш мужчина откровенно не готов к отцовствию. То есть вот он с вами был вместе, он с вами встречался, вы с вами какие-то конфликты вместе преодолевали, но как только у вас появился ребенок, он понял, что не готов стать отцом, он понял, что не готов иметь ответственность за вас с ребенком, понял, что до конца жизни его не устраивает и ушел. И вопрос в том, что делать, заключается в понимании, что этот мужчина вас отверг, этот мужчина по сути вас унизил, вас оскорбил тем, что он ушел. И понимание того, что этот человек слабый, человек эгоистичный, этот человек стремится к своему комфорту и не имеет никакой ответственности за то, что он делает, и несет ответственности за свои поступки. И вот этот момент, это понимание даст вам возможность по сути дела сделать вывод о том, что человек не осознал всей ценности того, что к нему произошло. Он стал целым, как я понял, и он просто не потянул, он оказался слаб. И вам в этой ситуации нужно понять, что причина не в вас, а в нем, что он предпочел вам свои интересы, он бросил вас. А значит полагаться на него больше нельзя, а значит ориентироваться на него больше нельзя, а вам необходимо жить дальше и воспитывать ребенка. И понимать, что вы обязательно встретите другого мужчину, который даст вам то, что не дал этот человек. И не нужно думать ни в коем случае, что мужчина не обратит на вас внимание, если вы будете с ребенком. Потому что, наоборот, серьезный мужчина знает все, чего он хочет. Понимает, что женщина с ребенком умеет как минимум любить, заботиться и оберегать комфорт и уют. И этого мужчине будет более чем достаточно. А что касается вашего мужчины, то возвращать его явно не стоит, потому что, как человек, он уже вас принял. И если он бросил вас один раз, то сделает это еще раз и еще и еще. Доверия никакого не будет, соответственно надежности не будет тоже. А вам, как матери и как женщине, именно стабильность и надежность нужна в первую очередь. Поэтому, то, что нужно в первую очередь сделать, это понять, почему он так поступил. Понять, что у вас, как бы вашей вины в этом нет. И чтобы после тебя оказались жертвой обстоятельств и стараться шить дальше. Теперь у вас есть цель, ради которой можно и нужно жить. Это цель ребенка. И постарайтесь дать ему все, что нужно для того, чтобы он стал полноценным. И человеком, и чтобы он ни в чем не надался. Поэтому, я желаю вам удачи, я желаю вам терпения, я желаю вам выдержки. А если какие-то вопросы возникли, обращайтесь в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи.